С детства Николай Суренков хотел работать на Северском трубном заводе. Причиной тому стали частые рассказы его отца о престиже предприятия и, как следствие, стабильности в жизни. В дальнейшем отец и помог устроиться, тогда еще юноше, на завод. Работал в трубопрокатном цехе номер один. Сначала штабилировщиком, затем попробовал себя практически во всех специальностях. И, набравшись навыка, решил пойти учиться. И, как оказалось, выбор он свой сделал не зря. Понравилась мне работа сама руководить, что очень большие бригады, что человек видит, лоббирует интересами, управляет. Управленцем все равно хочется быть. Какая-то ответственность. Пошел учиться, поступил сначала в техникум. Закончив техникум, пошел в институт, в УПИ, в УРФУ потом. Закончил институт. И непосредственно мой руководитель, Евгений Нургалевич, взял меня сначала на должность помощника мастера. Посмотреть, как я справляюсь, не справляюсь. Порядка двух лет я ходил по сменам, подменял сменных мастеров. Был исполняющими обязанности. И в 2010 году приказом управляющего директора Михаила Васильевича Зуева был назначен сменным мастером смену А. Сегодня он грамотно планирует работу на своем участке, составляет задания о сдаче труб по заказам, ставит цели и контролирует работу своих специалистов. То, что участок отделки труб один из самых масштабных в трубопрокатном цехе, говорит не только количество занятых на нем работников, но и специфика самой работы. Так, в нарезном отделении обрабатываются трубы согласно спецификации. Это либо нефтепроводная труба с фаской, либо обсадная. Коллектив у меня очень хороший. Но, видите, коллектив – это лицо мастера. То есть, какое веяние я веду, такие умные люди. То есть, мы являемся лидерами на участке. Первые места занимаем по производству. Вот за декабрь, ой, за ноябрь месяц заняли первое место. Также в квартальных выигрываем, в соцсоревнованиях первые места занимаем. Подтверждает это и стенд с наградами, которыми гордится весь участок и его первые учителя. Те, кто помогал постигать все тонкости трубного производства и расти профессионально. Говорят, что потенциал этого работника было видно уже с его приходом в цех. С первых дней интересовало чуть больше, чем было прописано в его должностной инструкции. На подъем он очень легкий, очень позитивный человек. Он своей позитивной энергией заражает, заряжает всю смену. В принципе, как он стал мастером, смена стала занимать лидирующие позиции. Профессионал в таком нашем производстве, трубном производстве, это очень нужная вещь. Но также он грамотный специалист. Он прошел через многое, постепенно постигая мастерство руководителя. И до сих пор, бывает, встает за оборудование в случае крайней необходимости. Бывает, что управлять самой большой бригадой в цехе нелегко. А тут смена и на 50% женская. Впрочем, тут полный порядок. Прекрасная половина его работников гордятся, что ими руководит такой мастер. Мы очень рады, что у нас есть такой руководитель. Он отзывчивый, добрый, всегда нам помогает, понимает. Честный. Уже полгода Николай Владимирович заменяет старшего мастера и начальника смены А. А это ли не показатель признания его как ответственного специалиста, работающего на благо своего предприятия? Я сам по себе веселый, человек харизматичный. То есть, угрюмости нету никогда у меня. То есть, в любой жизненной ситуации можно найти объективное решение. А по жизни иду с целью, что если сильно захотеть, можно в космос полететь. Наталья Рожкова, Константин Миронов. Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...